Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я с вами поделюсь двумя замечательными рецептами бутербродов. Горячие бутерброды с грибной начинкой и горячие бутерброды с рыбной начинкой. Эти бутерброды получаются превосходно вкусными и нежными. Готовятся быстро, отлично подойдут на завтрак, перекус или на пикник. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью вкусными и полезными блюдами. Для горячих бутербродов с шампиньонами мне понадобятся следующие продукты. 6 ломтиков хлеба, выбирайте на свой вкус, черный, белый, не имеет значения. 1 луковица, 180 граммов очищенных шампиньонов, 140 граммов сыра, 2 зубочка чеснока, 1 столовая ложка майонеза, зелень петрушки, соль, перец. Добавляем по вкусу. Луковицу нарезаем небольшими кубиками. Если вы не очень любите лук, положите в бутерброды поменьше лука. Но все-таки лук здесь нужен. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем лук. Слегка обжарим лук. Пока обжариваем лук, нарезаем пластинками грибы. Слишком мелко не нарезаем. Грибы хорошо ужариваются, поэтому достаточно будет средними кусочками нарезать. Эти бутерброды отлично подойдут на завтрак, на перекус или даже на пикник. К слегка обжаренному луку мы добавляем шампиньоны. Обжариваем до готовности. Сыр натираем на крупной терке. Сыр вы выбираете по вкусу. Чем больше сыра, тем вкуснее. Затем мелко нарезаем зелень петрушки. Зелень петрушки можно заменить зеленью укропа. Укроп хорошо сочетается с грибами. Сильно зажаривать грибы не нужно, они еще будут допекаться в духовке. Поэтому сейчас мы добавим соль по вкусу обязательно. Перец черный, молотый. Добавляем 2 зубочка чеснока. Я считаю, что чеснок здесь не помешает. Выключаем огонь. И хорошо перемешиваем все. Затем я к грибам добавляю зелень. Добавляю сыр. Перемешиваем все хорошо. И в конце добавляю ложку столовую майонеза. Майонез, вы знаете, у меня домашний. Поэтому, кто еще не готовил, обязательно приготовьте. Рецепт майонеза будет в ссылочке под видео. И хорошо все перемешиваем. Аромат чудесный. Духовочку поставила разогреваться. Ну, а теперь все просто. Берем хлебушек и сверху выкладываем на него начинку. Я люблю, чтобы начинки было побольше. Видите, грибочки у нас крупно порезанные. Для приготовления этих горячих бутербродов с грибами особых навыков кулинарии не нужно. Я думаю, это может даже сделать начинающая хозяйка. Или напоминание для тех, кто уже готовил такие вкусные и ароматные горячие бутерброды. Бутерброды ставим в разогретую духовочку на 180 градусов, на средний уровень. Бутерброды выпекались 15 минут. Ароматные, не передать словами. Не могу удержаться от бутерброда. Смья требует, особенно муж. Давай, давай попробуем. Тут и так все понятно, что это вкусно. Бутерброды ароматные и очень вкусные. Хрустящая корочка хлебушка, аромат чеснока, грибы, сыр. Все это так хорошо сочетается. Обязательно приготовьте. Для бутербродов с рыбой нам нужны будут следующие продукты. 6 ломтиков белого хлеба или любого на ваш вкус. 1 банка сардины в масле 240 граммов. 3 отварных яйца. Зеленый лук. 1 столовая ложка домашнего майонеза. 150 граммов сыра. И 2 зубка чеснока. На крупной терке мы натираем отварные яйца. Эти бутерброды очень быстрые в приготовлении, а получаются вкусными. Поэтому обязательно попробуйте, кто любит горячие бутерброды с хрустящим хлебушком и вкусной начинкой. Обязательно приготовьте. Также на крупной терке мы натираем сыр. Сыр вы выбираете на свой вкус. Я всегда беру или сливочный, или тенеро нежный. Сыра должно быть много. Он будет связывать начинку между собой. Также мы в начинку добавляем зеленый лук. Нарезаем как можно мельче. Можно добавить зелень укропа или петрушки. На ваш выбор. Но недостаточно будет и зеленого лука. Я нарежу его с перьями зелеными. Поэтому зелень будет присутствовать в бутербродах. Вилкой разминаем сардины. Берем большую миску. Я слила сливочное масло, чтобы начинка у нас не была водянистой. Немножко оставила. Здесь будет удобно размять их. Добавляем теперь к начинке натертые яйца. Также добавляем сыр. Я не добавляю соль в эти бутерброды. У нас консерва, сыр, домашний майонез. Все соленое по вкусу. Поэтому я думаю, что нам не следует добавлять соль в эту начинку. Осталось для аромата добавить чеснок. Кто не любит чеснок, не добавляйте. Но мне нравится чеснок в этой начинке рыбной. И добавляем столовую ложку майонеза. Рецепт домашнего майонеза есть у меня на канале. И будет в ссылочке под видео. Обязательно приготовьте домашний майонез. Вы навсегда откажетесь от покупного. Это я вам гарантирую. Теперь мы хорошо перемешали нашу начинку. Можно попробовать на соли. Если вам не хватает соли, досолите. Можно добавить перец молотый. Но я сегодня сделаю именно так, без перца. Будет у меня и малыш кушать. А когда слишком наперчу, он потом не ест. Ну а теперь все просто. Берем хлебушек. И выкладываем на него начинку. Я думаю, из набора продуктов уже видно, что эти бутерброды будут очень вкусными. Вкусными, сытными. Поэтому обязательно готовьте. Это отличная закуска на пикник. На перекус, на завтрак. Я люблю горячие бутерброды. Делаю с разными начинками. Экспериментирую и вам советую. Бутерброды ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим вверх-вниз. Бутерброды запекались в духовке 15 минут. Вот и бутерброды с рыбкой готовы. Очень вкусные, нежные. Обязательно приготовьте и порадуйте свою семью. Надеюсь, было это видео для вас полезным. И вы с радостью приготовите бутерброды с шампиньонами, бутерброды с рыбой. Очень вкусно и сытно. Осталось провести дегустации. Я знаю, я всегда делаю эти бутерброды. Поверьте, это очень вкусно и нежно. Хрустящий хлебушек, сыр, консерва, яйца. Это очень вкусно. И еще главное хочу вам сказать. Не передерживайте их в духовке. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока.